Мир Господний всем вам, братья и сестры, сегодня эра в шаббат, готовимся к встрече шаббата, сегодня вечером зажигаем свечи шаббата, благословен Бог наш, мы говорим, давший нам свой день Господний для празднества шаббат, и повелевший нам зажигать свечи шаббата, огни святого праздника. Да, слава Богу! Да, сегодня и завтра записываю вот эти видео, как раз и посвященные как раз эти видео, посвященные, ну собственно, шаббату. И вот хочу прочесть сегодня из 16 главы книги Исход, то есть хочу напомнить, что заповедь о субботе де-юре, да, была дана в 20 главе книги Исход, описывается это, там на горе, значит, дана была, значит, Моисею и всему Израилю, и всем вышедшим из Египта, кто был там, присутствовал там, вот, но это, как говорится, де-юре, де-юре это было так, но де-факто это было с самого начала, фактически это было де-факто, это было с самой первой книги Библии, Библии, с бытия, сотворение мира. Первый шаббат проходил 5778 лет тому назад, при сотворении мира, в шестой день были сотворены мы, люди, ну, наши пращуры, пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, много раз про отец Адам, и пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, много раз про прамама наша Ева. Вот, и Адам и Ева, первая семья была создана в шестой день, уже венец творения, будем договорить, может так выразиться, да, обычно так и выражаются, венцом творения называем мы себя людей, вот, да, ну, так оно и было, как бы, завершение, завершение венец, всему делу, да, венец, вот. И, действительно, это было описано, как раз, тот был шестой день, когда все это происходило, и история дальше нам рассказывает, библейская, что уже седьмой день следующий был шаббатом. Собственно, венец всему был, не человек даже, была суббота. Собственно, завершением всему был шаббат, венец всего дела, и, в общем-то, первый шаббат Бог Всевышний провел вместе с нашими пращурами, Адамом и Евой. Да, интересная очень история. И на протяжении всего дальнейшего, вот, исторического, да, вот этого фона, всей истории человечества дальнейшей, конечно, это происходило, ну, конечно, не во всем человеческом роде, потому что далеко не все люди сохраняли верность Творцу и искали, любили его, далеко не все, многие закрывались от Всевышнего. К сожалению, вот, тоже, чего греха таить, много таких примеров в библейской истории. Целые народы порой умудрялись закрываться от Всевышнего Бога. Ну, и первым антихристом в этом списке был, конечно, Немрод. Тот самый Немрод, его жена там, Семирамида, и сын Фомуза. Кстати, название этого месяца, текущего ныне, да, вот, значит, взятый, как раз, в Вавилоне, оттуда, в Томуз. Как напоминание об отступничестве, напоминание, и, как бы, как вот, что мы держали ухо востро и не отступали от Бога живого и крепкого, а держались всеми фиврами души за нашего Создателя, нашего Небесного Аву, Папочку нашего Небесного Егову. Да, друзья? Вот, и, ну, на протяжении всей истории, в том числе, вот, истории Израиля, да, значит, пока были в Египте мы рабами, всегда сохраняли субботу. Поэтому, даже когда Моисей сказал, там, по велению Бога Всемогущего, что 10, значит, числа Авива, да, или же Ниссана, да, значит, полнолуния, берите агнцев, там, козлят или ягнят, и однолетних, и привязывайте их у себя в домах. А 10 число выпадало, как мы знаем, да, 3330 лет назад тому, во время того исхода Великого из Египта, выпадало на Шаббат, Шаббас, да. Вот незадача. Я думаю, для многих евреев это было соблазном, претновением и, как бы, возможностью, ну, соблазниться настолько, что даже и не выйти из Египта. В общем-то, большая часть, довольно большая часть потомков Якова, да, значит, к сожалению, осталась в Египте, не вышла вслед за Моисеем, не поверила так до конца Богу, по сути, и Моисею, особенно, как его посланнику, вот. Но за место отпадших неверием природных ветвей Бог привил верою множество ветвей, множество, будем так, диких ветвей, представителей народов очень разных, проживавших в Египте. Множество египтян вышло из Египта. Хотя, ну, формально, юридически они не были рабами, большинство из них, да, я так подозреваю, но они осознали такую вещь великую, что настоящая свобода, она только лишь в Боге, настоящая свобода в истине. Вот. Так что, если рабам не было, нечего было терять, как говорится, кроме цепей, то многим из этих египтян, там, значит, представителей разных народов, проживавших в Египте, было что оставлять, и дома, и земли, вот. И то, что произошло вот тогда, 3330 лет буквально назад, чуть больше уже, значит, и три месяца тому назад, значит, да, значит, то, что произошло тогда, значит, в Ниссане, то, что произошло и описано, как великое событие, это действительно для всех нас повод, возможность такая поразмышлять, сделать выводы для уже своей жизни, для уже современной действительности, как говорится. Вот. Но даже в еврейском народе сохранилось такое высказывание, такая мудрость, что не мы сохранили шаббат, а шаббат нас сохранил. И вот, еще до того, как была до Юра дана эта заповедь, вот, но она сохранялась всегда в истории человечества, и здесь про ману хочу прочесть, интересно. Вот. И увидели сыны Израилева, в 16 главе, исхода 15 стих, говорится, что это? Ибо не знали, что это, и Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Интересно, да? Вот, что повелел Господь, собирать его каждый постольку, сколько ему съесть, по гаморру на человека. Мне нравится такая американская система, когда в гостях бываешь, в американских семьях, то там на кухне заходишь и сам себе накладываешь, будем договорить, значит. Ну, вот, как будто место, где там все лежит, эти салаты всякие, там мясо, все, сам себе накладываешь, что тебе, что душа обожает твоя, да, желает твоя душа. Вот. И ложишь столько тебе съесть. Вот, не так, чтобы там, как обычно, вот в нашей культуре, к сожалению, наливают такие полные миски всем, хотя большинству гостей, может быть, не съесть это далеко, и, как бы, и не хочется. Вот, некое насилие в этом есть, к сожалению, Демианово уха, да, хорошая иллюстрация, но там другая немного мораль, но, как бы, принцип тот же, значит, да, накормить от пуза. Как бы, это хорошо, значит, но не всегда хорошо. Вот, и американская система, вот, она, вот, все-таки культура, она выросла на Библии, поэтому, как бы, вот, значит, это очень здраво, на мой взгляд. Вот, и поэтому, когда, значит, у нас гости, мы никого не насилуем, и вот предлагаем, пожалуйста, как в Америке, вот, и как в Библии, брать столько, сколько ты съешь вообще. Вот, это здраво. Погоморный человек, написано там по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. И сделали так сына Израилева и собрали, кто много, кто мало. И, в общем-то, так получилось, так получалось, что кто собрал много, кто-то собрал мало, допустим, да, значит, может, ну, где-то поленился, где-то там еще что. Вот, но взаимовыручка такая, и вот люди друг другу одалживали, ну, не одалживали, как бы, делились друг с другом, будем так говорить. Это очень хороший принцип такой, товарищество, такое взаимопонимание взаимовыручки. И мерили говором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Ну, потому что отсыпали и помогали друг другу. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказала Моисея, никто не оставляя всего до утра. Но не послушали они Моисея и оставили от всего некоторые до утра. Ну, нашлись такие товарищи, которые нам совсем еще не товарищи. Ну, такие нашлись несознательные граждане. Вот, и дальше написано, и восмердел оно. Завелись черви, и восмерделы, и разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый, сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. Ну, ангельский хлеб такой, необычный хлеб, конечно. Потрясающая история. В шестой же день собрали хлеба вдвое. И, да, то есть, значит, вот, ну, в пятницу, да, в шестой день собрали вдвое. По два гамора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И Моисей сказал им, вот что сказал Господь. Завтра покой, святая суббота Господня. Что надо печь, пеките. Что надо варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили до утра. Вот, и интересно, что вот как раз в этом повествовании и рассказывается-то. Да. Вот события еще до того, как это была юридическая заповедь дана, одна из таких, ну, такая очень зрелищная иллюстрация того, что евреям и вышедшим из Египта всем не надо было там доказывать, объяснять, что как бы на что-то ссылаться, что, значит, что так и так вот есть седьмой день, неделя, шаббат. Все это прекрасно понимали, это с молоком матери передавалось, это от малых мартей это было, будем так говорить, да. Да, к сожалению, батарейка заканчивается. Но скажу так, что поздравляю всех с наступающим шаббатом. Шаббат шалом, друзья. Благоставения Господня всех вам. Помните всегда, все дни нашей жизни, да, все шесть дней помните о том, что есть день седьмой, Господний, суббота. Ну и поздравляю всех вас с этим днем. Благоставляю всех вас во имя Господне. Редактор суббота. Салон!